Так, давайте будем начинать. Бисмиллаху, альхамдулиллаху, ассалату, ассалату ассалату а'аля, 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 а вот сейчас в прямом эфире идет до сих пор обращение Байдена к нации, к американцам. Ну, сейчас ему уже журналисты задают вопросы, свою основную речь он уже сказал из нее. Если ее выжать, то, кратце, США не будут участвовать в боях за Украину. И переговоров с Путиным он пока не планирует. Путин-агрессор, он выбрал войну, Путин хочет восстановить СССР, это сказал Байден. Если Россия устроит кибератаки на США, тогда мы ответим жестко. Это, по всей видимости, он говорит, потому что была информация, что Байдену американская разведка предлагает кибератаку провести на российские государственные разные сайты, в общем, жизненно важные для них. Мы ограничим возможности России вести бизнес в долларах, фунтах и иенах. Мы вводим санкции против российских банков, включая ВТБ. Страны G7 договорились ограничить возможности РФ в сфере высоких технологий. НАТО вводит в действие план ответа на действия России. США разместят новые силы в Европе, в том числе в Германии. Отключать Россию от свифта пока не будут, сказал Байден. Вообще, вот этот вопрос с этим свифтом, то ли они его держат на какую-то последнюю меру, которая должна очень сильно кого-то напугать. Хотя прекрасно понятно, что Путина абсолютно эта мера не пугает. Непонятно, почему этот свифт это настолько важная, вот эта красная кнопка, красная линия, которая перейти никак не мог, почему бы не задействовать. Плюс была информация, что Германия, Греция, Италия и еще какая-то страна, четвертая, я не помню, что они выступают против отвлечения России от свифта, а за выступает Польша, Латвия, Эстония, Литва. В общем, идет сейчас борьба между европейскими странами. Кто-то не совсем хочет Россию наказывать, кто-то хочет ее наказать. В том, что большинство экспертов с умным видом, которые утверждали, что вторжения не будет, сели в лужу. Я был уверен, что война будет, потому что было понятно, что ситуация зашла в дипломатический тупик. Полностью с тобой согласен, Смирнов. Хочу сказать, что на самом деле Путин сейчас, пойдя на эту военную авантюру, снова реабилитировал разведку США, репутация которой была очень серьезно подмочена после иракской операции, когда они, показывая пробирку в Совете Безопасности ООН, говорили, что вот разведданные указывают на то, что они там разрабатывают химическое оружие, а потом химическое оружие найдено не было. И как вы знаете, США и все их разведданные до сих пор очень сильно упрекали этим моментом. И вот до последнего, когда американцы говорили о том, что вторжение в Украину уже, решение об этом уже принято, однозначно будет вторжение, когда американцы эвакуировали своих граждан, точнее, свои диппредставительства, говорили своим гражданам покидать Украину. Многие над этим смеялись, и сама Россия над этим смеялась, говорила, что вот, мол, вы говорили 16-го, мы вторгаемся, а мы не вторглись, вот вы говорите, что мы забираемся, а мы не забираемся, а у нас просто учение, а у нас просто то, а у нас это. И вот сейчас, как бы, войдя с войной на территорию Украины, Россия, собственно, ручно подтвердила, что разведданные США были очень точными, они очень грамотно и действительно актуально давали информацию, и, как вы видите, все то, что они говорили, в итоге сбылось. Так что эксперты, да, действительно, они сели, конечно, в лужи, я вообще удивляюсь, честно говоря, таким людям, которые могут с уверенностью давать какие-то прогнозы в такой ситуации. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»